Это оружие уже скорее всего будет под наступление, под сдерживание, наверное, у нас есть, под оборону, а под наступление, наверное, к тому времени успеет или нет еще? Людмила, вы знаете, дело в том, что состояние на сейчас российская армия имеет преимущество в артиллерии, активной системе залпового огня, само собой в авиации. И в крылатых ракетах, как огневые преимущества у Российской Федерации. Но я думаю, что к концу месяца, к концу следующего месяца... К концу мая имеется в виду? Да, да. К середине мая, к концу мая, где-то вот украинская армия сможет достичь именно на поле боя. Паритет. Паритет имеется в виду, да? Ну, паритет, но на поле боя. У вас же крылатых ракет нет, у вас же авиационная компонента не такая сильная, как у Российской Федерации. Но вот на поле боя, я думаю, что вы паритета добьетесь. Позволит ли это нам тогда перейти в наступление или нет? Однозначно. Вам поставляют высокоточные системы, при помощи которых вы можете уничтожать врага. А когда брак уничтожается, можно и переходить в наступление. Вот так. Айгелия, знаете, вот я вас сейчас слушаю, вспоминаю время, когда долгое-долгие годы. Запад... Годы имеется в виду после начала войны, уже в 2014 году. Запад говорил, что нельзя передавать Украине вообще оружие никакое западное, потому что вот не справится она и там все что угодно, кучу всяких рассказывали историй. Вот как вы думаете, почему вдруг это все резко сломалось? Это ведь была история не одного дня. И я думаю, что она, возможно, была применима и, наверное, ко многим странам постсоветского пространства. Просто вот очень интересно, что вы думаете. Вы как военный, вы же еще и военный был, да, человек? Да, это не военный вопрос, Людмила. Это абсолютно не военный вопрос. Но обнажилось много чего. Обнажится еще много чего у вас в Украине. Обнажится еще много чего немецко-франкской группе и политической элите, Евросоюзе. Много чего обнажится. Это не имеет отношения к военным аспекту. Я смог все, что, скажем так, считаю корректным, ответить как военному эксперту. Агиль, что сегодня вас беспокоит в военных действиях, которые вот на сегодня разворачиваются в Украине? Вот на что в Украине вы бы...